Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Командир, для ранней смены вы пришли слишком рано, а для поздней слишком поздно. Таким образом, вам удалось разочаровать меня дважды. Пореветствую вас в начале прохождения космической базы Стартопия. Начинаем кампанию. Выбор уровня сложности. Адмирал, ну естественно максимальный выберем. Смотрите, шанс положительного отзыва при удовлетворении потребностей инопланетян 80%. Но это вот первое, что бросилось в глаза. Знаете, как в реальности бывают неадекватные клиенты. Все, ты все их потребности удовлетворил. Нет, все равно недовольны. Началось все с недоразумения. При первой встрече с представителями Альянса Неофитов Телгорский флот по своему обычаю приветствовал незнакомцев букетом самых красивых цветов родной планеты. Одна только проблема, крайне природолюбивые дриады восприняли пучок мертвых растений как объявление войны. Этим столкновением было положено начало первой крупной межрасовой войны в квадранте Альма-Борид. Длилась она около 400 лет. Поскольку большинство разумных видов в то время не владело технологиями сверхсветовых перелетов, а вооружение было скорее примитивным, зачастую конфликты сводились к обмену угрозами, устным оскорблением, нелегальному замусориванию вражеской территории. Появление разработанного консорциумом РФС универсального автопереводчика позволило урегулировать существующие противоречия и начать мирные переговоры. Другие чреватые межкультурными распрямив факторы, такие, как большой бельфини, барбекю и брикеров. Гигантские космические громкоговорители, развлекуши и тому подобное также удалось пресечь зародыши. Ладно, рекрут, хватит с нас уроков истории. Вернемся к тому, чем вам предстоит заниматься здесь, в тест-лаборатории консорциума РФС на планете Тайя. Эта лаборатория не только служит вместилищем для сверхсложного искусственного интеллекта под названием ВЭЛ, то есть для меня, поскольку вы успели об этом забыть, как предполагает экспресс-сканирование вашего мозга, но и отвечает за проект, стартопия. Задача проекта – создать многоцелевые космические станции, которые послужат представителям всех разумных космических видов местом встречи и взаимообмена. И, разумеется, получить прибыль, которая пойдет на выплату членам Совета РФС-гонораров, достигающих воистину космических масштабов. Рекрут – вы отобраны для работы с симулятором базы «Стартопия» кратко СБС в целях приобретения знаний, необходимых для руководства подобной станции. Но прежде вам предстоит пройти особый мотивационный курс РФС. Вы справитесь, вы прирожденный лидер, мы в вас верим. Фанфары поздравляю. Вы успешно прошли обучающий курс для начальников станции, допущенный к выпускному экзамену на виртуальном симуляторе. Желаю вам добро пожаловать в ваш первый тестовый сценарий, команда. Мне весьма интересно посмотреть, как вы справитесь. В этой симуляции базу «Стартопия» нужно вывести на орбиту мусорной планеты Саркаар. Вот цитата из универсальной базы данных. «Отвратительная помойная яма, достойная того, чтобы завершить свой путь в черной дыре». Задача этого сценария – производство энергии за счет переработки мусора. Доступно всего несколько базовых зданий и ограниченное пространство. Главным образом вы, точнее говоря, исключительно вы, установите контакт с телгурами и жуками. Будьте готовы к тому, что после гостей будет оставаться много мусора. Думаю, мне не нужно вдаваться в дополнительные подробности. Согласно директивам сценария, провал недопустим. Но хочу добавить, что углеродные формы жизни всегда меня удивляли в этом отношении. Отлично, командир, можете начинать. Как гласит старая народная Чтадакакская пословица, каждое существо – стрела в цель своей судьбы. Есть древнее ремесло – изготовление кирпичей и собственных экскрементов. Инициирован протокол приветствия, добро пожаловать, командир. Уверена, что параметры данного сценария достаточно просты для того, чтобы с ними могла справиться даже органическая форма жизни. Ведь речь идет о сборе мусора. Ранее шумелка с предельно ограниченной функциональностью смог решить эту задачу менее чем за 20 минут. Предполагаю, что и вы справитесь в течение нескольких часов. Начата оценка тестируемого объекта. Приступайте к выполнению своих функций, команда. Ну, спасибо, постараюсь в течение нескольких часов справиться. Так, ладно. Так, там было задание на 15 минут, типа быстро пройти эту миссию. Я сразу говорю, что я... Великолепно, командир. Вам удалось построить пункт переработки. Помните упомянутого мною в начале шумелку с ограниченной функциональностью? Он уже выполнил все остальные тестовые сценарии за отведенное вам время. Но думаю, что сравнивать вас невозможно, поскольку, как уже было сказано, его функциональность ограничена, а ваша... ГМ. Для успешного прохождения данного тестового сценария необходимо задействовать все мощности пункта переработки. Полагаю, командир, это не вызовет у вас затруднений. Судя по вашим страницам в соцсетях, вы крупный специалист по мусору. Ну, спасибо. Так, вот так вот, наверное. Дофига, конечно, я энергии на это потратил. Но зато хостел супербольшой. Станция зарядки шумела, кто у меня есть вообще? Что-то непонятно. Что, сюда, что ли, ее зафигачить? Поздравляю с открытием хостела, командир. Во всех разработанных на сегодня тестовых сценариях он строится в первую очередь, о чем также говорится в стандартном руководстве и в справочнике, звездной базы для неудачников. Мне уже ясно, общепринятые правила и традиции это не ваши. Командир, без работников Тилгоров ваш пункт переработки не сможет функционировать. Попробуйте проявить хотя бы минимальную компетентность и решить этот вопрос. Сколько мне их надо? Три достаточно? Или сколько? Сколько? Так, а что они? Работать с мусором, обслуживая пункт переработки. А, это как раз основное по квесту. Давайте побольше их туда наймем. Ну, пять человек я нанял. Так. А жрачку мне обязательно надо делать? Палуба развлечений, биопалуба тут недоступна. Ладно. Центр связи, сообщение из далекого космоса здесь принимает. А почему здесь ее нельзя поставить? А, денег недостаточно. Пункт переработки уже есть. Так, атмосферный фильтр. У меня его нету, но 100% что они понадобятся. А это что? Робот-мусорщик. Да, вот робот-мусорщик тоже нужен 100%. Вот, 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 я, вот я. Да я уже выполнил только что. Так, все, я все деньги потратил. Так, и, а, че мусор-то никто не собирает, Йоанн? Че, прикалываетесь? Я че мусор буду вручную собирать? Где эти Телгоры или как там? А че, не, не, почему не работают? Почему роботы не работают? Вот тут эти работают, мусорные. Не, вроде они там что-то, вон, что-то вроде там летает, перерабатывается. Вот так вот может, типа. Так, странно. Энергию с помощью... О, энергия есть. Так, че-то мне еще, наверное, надо. Качество атмосферы. Ну, не зря я эти светофильтры или как их там построил. А, правда, они не работают, нихрена. Может, кого-то надо... Так, шумелки у меня есть. Телгоры есть, жукариане есть. Работают в центре связи, правда, у меня нет центра связи. Модификация робота-мусорщика. И че это? О, это у меня, короче, ограниченное время, чтобы выбрать. Командир, у меня есть две абсурдные схемы для перманентного улучшения роботов-мусорщиков. Представляю, выбор вам. Считайте, это проверка и ваших когнитивных способностей. Кусачие роботы-мусорщики. Роботы-мусорщики поедают 50% помещенного в них мусора, что эквивалентно переработке. Робот-мусорщик 5% шанс взорваться и рассыпать мусор при максимальном заполнении. Экспериментальный робот-мусорщик, вместимость плюс 100%, робот-мусорщик 33% шанс двигаться на 10% быстрее в течении 30% при максимальном заполнении. Господи. Давай роботы-мусорщики поедают эквивалентно. Нет, давай вот это вот, чтобы быстрее двигались, наверное. Блин. Ну, по идее, вот это вот, я просто не знаю, они будут поедать, он точно будет перерабатываться или нет? Поэтому давай просто, чтобы они быстрее двигались. Самый экспериментальный выбор, командир. Так, центр связи мне нужен. Но денег нету. Может, эту фигню продать? Если я ее разберу. А, тут опустошить написано. Там что, типа мусор, что ли, есть или что? Уровень заполнения 39%. 6%. Что это было? Отзывы о станции. О, все нормально. Следующее голосование через... А, это что такое? Кислородная бомба. Подавляет плохое настроение. Перерабатывает мусор. Устройство переработки. Я, с атмосферой тут вроде у меня все отлично. Даже эти штуки вы, кажется, заработали. А где тут таймер, интересно? Смотрите. Захватывающий дух атмосферный фильтр. Командир, предлагаю два рискованных ухудшения для атмосферных фильтров станции. Кое вам больше нравится? Ударный атмосферный фильтр. Атмосферный фильтр. Есть 5% шанс, каждый 60 секунд, запускать ударную волну, носящую урон окружающим зданиям. Не нахрен. Атмосферный фильтр. 10% шанс на производство 5 единиц мусора каждые 60 секунд. Да, вот это. Любопытно, командир. Только потом не жалуйтесь на последствия собственного выбора. Нет, так это для прохождения данной конкретной миссии. Хорошо, командир. Вы накопили требуемое количество энергии. Правда, сделали вы это с помощью хостела, а не пункта переработки, но... Хоть что-то. Надеюсь, вы понимаете, что на этом тестовый сценарий не прерывается. Это была лишь вежливая подсказка, сделанная с целью намекнуть, как я оцениваю ваши способности. Так, ладно. Нормально. Так, еще ко мне там кто-то пребывает. Ну так он, анимусы реально производят теперь эти штуки или нет? Там шансово, по-моему, да? Вообще, эта модификация работает, которую я выбрал? Что-то у меня вообще мусора нету. А, наверное, его нету, потому что, короче, роботы заполняются, но... Что-то я не понял. Ладно, ладно. Так, я просто понять не могу. Там он сотню энергии. Телгор, работающий на пункте переработки, превращает мусор в энергию. Ящики тоже можно переработать и получить энергию. Но у меня других палуб-то нету. А, вот я бы мог открыть другую палубу, но... Но не могу я ее открыть. Что-то с мусором, короче, вообще у них не это... Не вяжется. Вот он, несет мусор, и что? Робот-мусорчик. Негерметичные гости. Простите, командир, но у меня такое ощущение, что в итоге есть проблемы с определенным видом инопланетян. Вы только взгляните. Жукуриане с недвижением мочи. Жукуриане 5% на шанс произвести мусор к 60 секунд. Это производство мусора удовлетворяет потребность гигиения. Протекающий Тилгор, Тргор. 5% на шанс произвести мусор к 60 секунд. Это производство мусора удовлетворяет потребность гигиения. А сколько у меня кого? Жукуриане 24, Тилгор тоже 24. Мне кажется, без разницы. Ну давай Тилгоры, они сами там работают, сами пущу и производят. Интересный выбор, командир. Мой совет, глаз не спускайте с гостей Тилгоров. И швабру далеко не прячьте. С другой стороны, это лишь 5% шанс. Так, а этому что не нравится? Я в ярости, нигде нет возможности принять душ. Плохая гигиена. Да есть возможность, вот здесь души в хостеле должны работать. Тут все одна сплошная куча дерьма. Нигде нет возможности принять душ. Наверное, потому что вот, потому что все в души ходят. Поэтому нет возможности. Так, давай центр связи, подожди. Да, я хотел сказать, что я как раз не... Не собираюсь проходить на скорость, на время. Так, вот. Центр связи я построил. Может, привлечет больше людей, я не знаю, там, или еще что-нибудь. Рабочие места. Да ладно, еще одного не хватало все это время, а ты прикалываешься? А, это можно уволить, нанять единовременно. Давай найму. Вот, все. Теперь все рабочие места есть. Шумелки относят мусор в роботов. Уровень заполнения 90%. Может, они потом, типа, резко отсюда отнесут туда все? Вот этот робот. А-а-а, да-да-да, я понял. То есть, они заполняют робота, и он начинает потом относить все это. Когда он заполняется. Робот сам идет на центр переработки. Так, а этот что? Рабочие места, общее значение навыка. Жукариане здесь работают. Так, а у меня там все? Мне надо, наверное, их тоже нанять. Да, у меня тут не наняты они. Ну, сколько? Два? Сколько их надо? Я просто не знаю. Ну, два их я нанял. А, вот робот. Вот он свалил кучу мусора. Лол. О, пошло дело, пошло. Можно, в принципе, один, допустим, продать, потому что их тут слишком много, они заполняются медленно. Отлично, справляетесь с задачей, командир. Вижу, что вы построили центр связи. То есть, я имею в виду, вы просто отдали распоряжение своим шумелкам, а они уже выполнили всю работу. Речевой модуль, сарказм, не найден. Браво. А вот же мусор еще. Ну-ка, давай. Командир, фанатики из террористической организации «Кусок отбросов» обнаружили в нашем щите субатомную квантовую брешь и забросили к нам на борт мусорные бомбы. Если они взорвутся, то нанесут урон и завалят все вокруг мусором. Но не волнуйтесь, мне это не причинит никакого вреда. Инициирован под протокол на случай угрозы взрыва Альфа. Командир, предположительно, существует некий умный способ решить проблему мусорных бомб. Попробуйте простимулировать работу серого вещества у вас в голове. Оценка серого вещества завершена, выявлен опасно высокий процент содержания питательной слизи. Что ж, вижу, без четких инструкций у нас ничего не получится. Командир, мусорную бомбу можно отправить в переработку. Командир, отправлять мусорные бомбы в переработку – великолепная идея. У вас бы ничего не получилось. К этому решению пришло лишь 99,3% всех кандидатов. Чтобы сделать сценарий более увлекательным, предлагаю вам увеличить число перерабатываемых бомб. Она говорит, если бы я не подсказал, вы бы сами не додумались. Меня так еще никогда в жизни не оскорбляли. Так, нормально. Ну да, переработка полным ходом, слушайте, у нас идет. Не, а вон этих жуков еще двое туда можно нанять. Так, это я могу купить, типа. И это как раз не позволяет инопланетянам оставлять негативные отзывы. А это что? Модуль зарядки шумелок. А это ускоряет инопланетян. Ну-ка давай, ускоряет. Вот это типа я могу так ускорить или что? Че это, че это? Командир, поскольку вы очень заняты строительством мусорной империи, мне кажется, сейчас самое время улучшить станции переработки. Вот список лучших идей, которые сгенерировали для вас мои несовершенные подпрограммы. Экологически чистые станции переработки, переработка мусора, загрязнение атмосферы больше не будет. Переработка мусора 20% шанс нулевой выработки энергии при переработке мусора. Нет. Хотя у меня нет цели же. А, есть, да, цель на энергию именно. Станции скоростной переработки. Станции переработки, время переработки плюс 100%. Станции переработки 25% шанс загрязнения атмосферы при переработке. Время переработки плюс 100%. То есть еще дольше перерабатывает. Или это все-таки скорость? Время переработки, то есть быстрее? Будьте осторожны, командир. Помойные фанатики забросили на станцию несколько бомб. Ну, станция 20% на шанс. Ну, давай вот это вот второй выбор. Хороший выбор, командир. Экспериментальные скоростные турбины станции переработки хорошо справятся со своей задачей и несчастных случаев с ними уж точно не будет. По крайней мере, значительных. Переработка. Командир, вы уже отправили в переработку половину необходимого количества мусорных бомб. Продолжайте в том же духе. Мой процессор уже повысил вас до шнишину восьмикопытного ленивца с планеты Фодос-5. Ну, спасибо. Так, надо еще нанять сюда этих челов. А это что такое? Граната настроения. Ой, а у меня там... Так, граната настроения. А, то есть ее просто устанавливаешь и все? Что-то я не понял. Как... Где ее лучше устанавливать-то, да? Командир, командир, обращаю ваше внимание, что за энергию и престиж вы можете купить очень интересные вещи в моей экспериментальной лаборатории или магазине ВЭЛ, как называет ее мой алгоритм именования. Вам определенно стоит туда заглянуть. Вот здесь вот, что ли? Шумелка. Это еще одна ускоряет инопланетян. Ну, вот так вот могу ускорить, я не знаю. Ой, да, ее, наверное, надо в какой-то области. Типа, я не знаю. Вот это вот считается за ускорение. А это что такое? Перерабатывает мусор. Простит переработки, ну-ка. Распространяет свежий кислород, подавляет плохое настроение. Странный мусор, командир. Судя по текущим результатам, вы достигнете цели. Если будете идти к ней вечно, что вы сделаете? Этот испытательный сценарий чуточку интереснее. Я бы позволил себе изменить один или два параметра. Альтернативный мусор. Обычный мусор, для него нужно вдвое больше места на станции переработки. Плюс 50 шанс производства, 10 энергии при переработке. Либо межпространственная свалка. Станция переработки при переработке всего, кроме мусора, производится дополнительно плюс 100 энергии. Так она не может больше ничего, это есть ловушка для кретина. Станция переработки и при переработке всего, кроме мусора, есть 20% шанс на производство дополнительного мусора. Короче, альтернативный мусор только. Интересный выбор, командир. Любопытно, как вы справитесь. Командир, судя по всему, помойные фанатики заложили у вас на станции несколько бомб. Разве вас это не интересует? Командир, на пункт переработки доставлена еще одна мусорная бомба. Командир, вы успешно выполнили подзадачу по переработке мусорной бомбы. Полагаю, что за это вы заслуживаете награды. Чувствуете, сейчас ваш организм переживает небольшой прилив эндорфинов и кортизола, что должно вызвать ощущения, сравнимые с холодным и лифким рукопожатием. Командир, к настоящему времени вы получили две трети требующейся энергии. Экстраполируя эти результаты, я считаю возможным перевести свои подпроцессоры в режим ожидания на следующие несколько миллионов циклов. «Все у меня получится, я справлюсь». «Так я же сказал, что должны подавлять плохое настроение». Почему-то вот у меня бывает такое, что работников не хватает. Наверное, там нужно больше на два работника, потому что какие-то отдыхают и типа у них как посменная работа получается. Да, нужно, наверное, шесть работников, а может быть даже и восемь. Ну, потому что, да, типа четыре работают и все равно... Короче, восемь работников, скорее всего, что постоянная работа не прекращалась. Хотя там у них энергия плюс-минус разная, так что может и... Ну, шесть точно нужно, видимо. Все, я практически выполнил квест-реквест. Не знаю, сколько времени прошло, но пофигу. Счастье не во времени, и так на максимальной сложности играем. Интересно, какие-то штучки, конечно, как они. Кислородная бомба. Все-все, практически. А, вот видите, да, не хватает работников. Причем, я думал, двоих не хватит, а тут что-то вообще прям жёст. Вон, у меня написано же, что восемь их нанято. Так почему же их не хватает? Будьте осторожны, командир. Помойные фанатики забросили на станцию несколько бомб. Командир, на пункт переработки доставлена еще одна мусорная бомба. Ну все, отлично. Шумелки. А почему? Подожди, их надо распаковать, что ли? А-а-а, вот я, блин. Поздравляю, командир, вы благополучно выполнили поставленную задачу, выработав необходимое количество энергии. Некоторые сомневались в вашем успехе, тогда как другие возражали, указывая на то, что в этом тестовом сценарии провал невозможен. Я же заметила, что если способ провалиться существует, вы его найдете. Тем не менее, вы смогли завершить сценарий. Поздравляю вас, командир. Счастливых большинство. 25 минут. Ну блин, я, это мой первый сценарий. Ну, мой первый, мой первый сценарий. Комантер, хочу вас поздравить с успешным прохождением первого тестового сценария. Только самые ограниченные подпроцессоры могли обратить внимание, что предыдущие задания нельзя было не выполнить. Перейдем ко второму сценарию. Эта симуляция базы «Стартопия» находится на орбите Прогряготки-3. В галактической базе данных содержатся следующие данные о Прогряготке-3. Плодородная покрытая лесами планета, чьи обитатели часто участвуют в войнах, поскольку уверены, что на другой стороне планеты зелень зеленее. Командир, цель этого тестового сценария – адекватно сконструировать биопалубу на «Стартопии», чтобы иметь возможность собирать ресурсы и перерабатывать часть из них на фабриках. Кроме того, в этом регионе повсеместно встречаются различные заболевания. Поэтому у вас должен быть действующий медицинский пункт. Ну же, командир, приступайте. Покажите, из чего вы сделаны. Кстати, согласно данным моего сканера, ваш состав – водород, 60%, кислород, 25%, углерод, 10% и ряд других элементов по мелочи. Запуск протокола приветствия. Добро пожаловать во второй тестовый сценарий, командир. Как уже упоминалось, в вашем распоряжении теперь имеется биопалуба, где можно выращивать растения и создавать уютную атмосферу для посетителей. В данном сценарии на борту будут также появляться больные инопланетяне, причем отсутствие лечения может привести к летальному исходу. Приступайте к выполнению своих функций, командир. Командир, в предыдущем тестовом сценарии вы приемлемо справились с бомбами. РФС полагает, что подобные мелочи должны вознаграждаться чем-то большим, нежели виртуальное рукопожатие, в связи с чем в ваше распоряжение предоставляется яща ЕГЭ с пунктом переработки. Что мне предоставляется с пунктом переработки? Так, метод сек мне нужен. Командир, не воспринимайте это как сомнение в ваших умственных способностях, но в качестве предосторожности я хотела бы указать вам на вполне очевидную логическую связь между наймом большего числа дряд и ускоренным получением ресурсов путем высаживания растений и сбора урожая. Так, медицинский пункт строю прежде всего. Командир, строительство медицинского пункта завершено. Теперь вы сможете решать такие проблемы своих посетителей, как кожная сыпь или возможность летального исхода. Известно, насколько хрупкие органические формы жизни. Это вот он там должен, да, работать? Сразу один у меня только есть и сразу же нанял его. Так, 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 подожди. Место для хранения ящиков, пункт переработки, фабрика. А, фабрика нужна, да. Как раз она сюда, блин, хрен его знает куда ее лучше. Давай сюда, наверное. Собрать и хранить ресурсы пища. Вылечены больные инопланетяне. Да, станция... Командир, ваша станция настолько завалена мусором, что на ней уже расплодились вредители, переносчики заболеваний. Самый циничный администратор задумался бы об этом. С любопытством ожидаю, какое решение вы примете. В пункт переработки. Командир, вы сумели построить фабрику. Весьма примечательно, если принять во внимание ваши предыдущие достижения. Да я, я справлюсь. Так, подожди. У меня все хорошо, у меня все хорошо получается. Так, сколько же их стоит нанять-то, да хрена. Блин, надо переигрывать, наверное, сценарий. Потому что я денег слишком много потратил не туда. Так, в пункт переработки надо было просто. 2500 энергии мне нужно. Да, фабрику надо было попозже. Ну, шо ж делать-то. Так как? О-о-о. Работают в медицинском пункте, все правильно они. Еще на биопалубе я могу выращивать пищу. Но сначала давайте с мусором разберемся, то у меня там уже реально в родители завелись. Так, мне нужно еще немножко. Стоимость активации 2500, это что такое? Лифт трубопровод, разные палубы, центр связи. Вот центр переработки. Как я вижу, командир, у вас еще нет ни одной дриады. На случай, если позволить биопалубе зачахнуть не входит в ваши планы, рекомендую нанять нескольких дриад для производства ресурсов и кислорода. Командир, хочу еще раз привлечь ваше внимание к расположенной сбоку компактной карте. Командир, ваши врачи только что успешно вылечили первого посетителя. Нахожу это приемлемым. Так, одного нанял на мусор. Давай второго. Так, а теперь надо врачей, наверное. Уж у меня мало. Блин, еще немножко энергии, еще немножко. Еще чуть-чуть. Есть еще один врач. Еще немножко энергии надо. Вручную, что ли, ее собирать, зараза. Так, давай врачей. Так, есть четыре врача. Теперь вот этих Телгоров. Сколько у меня их? А, наняты у меня нет. Вот здесь вот написано, сколько у меня нанято. Все, нормально, нанял. Все. Так, а атмосферный фильтр надо, наверное, да. Ать. Уже собаку его некуда воткнуть. Блин, они кашлять начали, зараза. Так. Ладно, давай на биопалубу. Надо нанять несколько Дриад и что еще? Вылечены больные. Собрать и хранить ресурсы пищи. А, чтобы собрать и хранить, это мне надо еще, наверное, думать. Так, нужно Дриад нанять. Благодаря тому, что вы наняли Дриаду, биопалуба будет обеспечена рабочей силой и сможет производить сырье. Это необходимо для успешного прохождения текущего тестового сценария, однако я не уверена, понимаете ли вы данный факт. По-видимому, мой оценочный процессор испытывает на ваш счет определенный пессимизм. Я понимаю. Надеюсь, командир, нанятые вами Дриады сократят длительность данного сценария до приемлемых сроков. Думаю, достигнутым вами результатом можно поставить оценку «Хорошая работа». Комментарий «Хорошая работа» удален. Так, десять тысяч надо, чтобы еще одну палубу открыть. Командир, хочу сообщить вам, что треть от необходимого количества инопланетян вылечена. Полагаю, вы рассматриваете это почти как успех. Ну да, да, я да. Я так и рассматриваю. Так, а что же с фабрикой-то делать? Системная плата. Кто там должен вообще работать? Так, кто-то там болен. Могут прибывать на станцию больными или заболевать. Один из посетителей случайно забыл на станции несколько ящиков с муфором, который хотя и считается деликатесом, но содержит крайне заразные патогены и имеет свойство взрываться, если его вовремя не обработать. Если вы предпочтете избежать вспышки вирусной инфекции на борту, эти предметы следует куда-нибудь убрать. Хотя циник на вашем месте воспользовался бы полученной возможностью. Да, блин, циник на вашем месте. То есть, чтобы лечить, типа, потом? Ну, походу, да. Походу, я циник. Так, ладно. Улучшенная биопалуба. Командир, думаю, пора немного улучшить биопалубу. Мой алгоритм хаоса сгенерировал два предложения. Какой из них выберете? Рост растений плюс сто процентов. Инопланетяние пяти процентов. Шанс заражения в минуту на биопалубе. Рост растения плюс сто. Инопланетяние потребность в питье возрастает на сто процентов на биопалубе. Командир, я нахожу темпы оказания медицинской помощи инопланетянам приемлемыми, учитывая обстоятельства. Под обстоятельствами я имею в виду вас. Сообщаю об этом на случай, если вы упустили данную насмешку так же, как все предыдущие. Командир, взорвался яща ЕГЭ с муфором, что может привести к заражению находившихся поблизости инопланетян. Я все еще колеблюсь относительно того, классифицировать это как некомпетентность или же как аморальность с вашей стороны. В личное дело занесены отметки о некомпетентности и аморальности. Аааа. Так, я пытаюсь. Я даже джукариан нанял, не знаю зачем. Просто вот здесь кто-то должен работать, а кто непонятно. Ааа, вот производимые предметы, господи. Что там надо? Системные платы? Системные платы, да. Ваш инопланетный работник недоволен, причина атмосфера. Ну понятно, тут атмосфера вон какая. Строить негде, зараза. Туда вот эту вот придется продать, наверное. Фабрику, потому что у меня тут реально атмосфера плохая. Ладно, да. Денег конечно же ни хрена не вернули. Ладно, давай атмосферный фильтр сюда. Так, и давай робота-уборщика. Ааа, даже знаете, наверное, вот так вот надо их построить. Командир, я восхищена тем, сколько усилий вы прилагаете к постройке атмосферных фильтров. Лично я нахожу их совершенно излишними. Кислорододышащие формы жизни такие неадаптивные. А, они здесь могут ходить вот по маленьким дорожкам. Могут, так что нормально. Командир, вам, пожалуй, стоит обратить внимание на отзывы о станции. Сейчас они ниже среднего, равно как и вся ваша карьера. Так, полторы тысячи надо на грузовой трюм. Тут вообще что-нибудь перерабатывают у меня на этом? Структурный ремонт медицинского пункта. Командир, мною было отмечено, что медицинские пункты на стартупе работают не лучшим образом. И процессор плохих идей может помочь в этом вопросе. Диагностическое устройство плюс 10% шанс немедленной диагностики болезни. Диагностическое устройство в 3 раза больше времени на диагностику. Модипликатор 5% шанс немедленной передачи всей энергии вылеченными инопланетянами. Диагностическое устройство в значении навыка доктора снижается двое на 60 секунд после каждого диагноза. Один из ваших работников уволился. Навык снижается двое, но он же не может до нуля снизиться. Давай вот это. Как пожелаете, командир. Не могу сказать, что одобряю этот выбор, но решать вам. Это что с паразитами-то делать? С вредителями, зараза. А, на них щелкать что ли надо или что? Вот так вот, типа. Типа я их могу уничтожить. Один из работников только что уволился. Зараза. И что им не нравится на моей прекрасной станции будущего? Все, я вот всех вредителей задавил. Так, кто у меня там уволился? Сколько у меня кого осталось? А, жукариане. Им надо делать просто нефига. Дриады-то все здесь. Вот этот вот один еще. Так. Ладно, грузовой трюм надо. А что это за фигня? Ааа, нифига себе. Его даже... Это надо отдельную палубу для него построить. Значит, я зря в фабрику что ли расхерачил? Ну... Жукарианин, да, ему делать нечего, потому что... Командир, на станцию прибыл больной инопланетянин, страдающий от тяжелой формы циклохолиотита. Позаботьтесь о быстром лечении этого гостя, поскольку болезнь крайне заразна. В любом случае не допустите, чтобы пострадали посетители. Я пытаюсь. Ваш недоволен, недоволен причина атмосфера. Блин, что же делать-то? Денег-то недостаточно. Да, наверное, этот завод, но, блин, а с другой стороны завод не построишь, а мусор куда девать будут-то, да? Вон, а он перерабатывает что-то, энергию вырабатывает. Места, конечно, тут мало. Надо за 10 тысяч вот этого разблочить. Так. Уничтожает мусор, заряжает все аккумуляторы, распространяет свежий... Так, ну все нормально тут. Распространял свежий... Кислород. Я в ярости. Бать, да здесь везде один мусор, тут воняет мусор. Ребята, посоветуйте что-нибудь хорошего врача, болею. Блин. Наверное... ...вам удалось вылечить тяжело больного инопланетянина. Ну, вы сами, конечно же, ничего не сделали, это заслуга работников Греев, но все же... Неправда. Сделал. Да, здесь, наверное, хостел нужен меньше. Но сейчас его сносить это бред. Центр связи, конечно, можно за место всего захерачить, но лучше еще один этот трюм здесь разблочить. Вроде лечит всех. Загрузка 25%. Да, необязательно было такой большой строить. А вот это загрузка 30%. Да, можно поменьше, в принципе, в следующий раз. Так. А куда деньги-то делись? У меня было вроде больше. Так, что тут еще по кислороду? Альтернативный атмосферный фильтр, вот. Командир, атмосферные фильтры, базы есть куда улучшать. Можете уделить минутку и выслушать мои предложения. Галлюциногенный туман. Прирост злости инопланетян уменьшается вдвое. 5% шанс деактивации атмосферных фильтров каждые 60 секунд. Командир, оставленные без внимания ящики и смуфором угрожают взорваться. Производительность атмосферных фильтров плюс 50%. Атмосферный фильтр в зоне его действий инопланетяне с вероятностью 5% могут заболеть каждые. Отлично. Понятно. Командир, я оптимизирую подачу энергии на атмосферные фильтры и увеличу их мощность. Определенно, углеродные формы жизни слишком быстро производят слишком много плохого воздуха. Все нормально. Просто нужно накопить 10 тысяч. Командир, вы с большим успехом собрали несколько растений. Очевидно, годы тренировок окупились, дав вам возможность выполнять столь тривиальные задачи. А, фабрику я могу заново разместить, правильно? Да, но сейчас я ее пока не могу разместить. Ускорение роста растений. Так, а это что, волокна? Командир взрыв ящего с муфором привел к заражению части помещений станции. Думаю, теперь вы будете чувствовать себя совсем как дома. Тут кислород, видимо, типа эти ящики вырабатывают. Да, блин, что я взял? Вообще, вот эту всю гню не могу взять. Волокна, вот все взял. Это потом я ящики загружу на станцию или куда там надо. Так, мне нужно 10 тысяч. Здесь все работники есть, здесь... 7 тысяч. Командир, ходят слухи, будто направлявшийся к вам на помощь доктор только что пролетел мимо вашей базы. К сожалению, вы не услышали его сигнал, поскольку у вас нет центра связи. Да, блин, тут все нужно, и центр связи, и все. Так не бывает. Ладно, давай центр связи, господи. Командир только что на борт ради лечения прибыл очень больной инопланетянин. Молодец, у меня центр передовой. Да, может быть, у меня тут не самые лучшие отели, но, блин, у меня тут не в этом и смысл. У меня тут, понимаешь ли, я целитель, а не какой-нибудь там развлекалово. Не какой-нибудь шут, так что пускай скажут спасибо за лечение. Так, и что я вот, допустим, лекарства помещу сюда, и что? А, нет. Ладно, лучше их пока так хранить. Все деньги потратил, ну ладно. Да, пищей, конечно, долго. А цены я не могу назначать на лечение или типа того? Видимо, нет. А это что, отключить синтезирование? Нет. А, вот могу еще одного этого купить, шумелку базового работника. Видимо, их ограниченное количество изначально. Хотя, вон у меня написано. Шумелка уборщик, шумелка строитель. Я не могу их распределять, да? Ну ладно. Но они вон даже без дела стоят, так что другого покупать точно смысла пока нету. Престиж. Так. Командир, ваш тяжело больной гость вылечен. Естественно, я и не сомневался ни на минуту своих лучших специалистов. Друбежных. А это что за фигня? Видимо, просто. Так что, группа путешественников. Получил разрешение от ваших работников, вскоре прибудет через шлюз. Контрабандист предлагает 350 единиц энергии, следующие товары, пища, лекарства. Но пока нету, блин, у меня. На орбите появился странствующий доктор. Он предлагает за свои услуги 700 лечение дает каждому заболевшему гостю 33% шанса исцеления. Хотите принять предложение за 700? Ну давай, у меня же тут... Так, не понял. Это надо каждый раз, что ли, прожимать? Нет, достаточно. Межгалактическая уборочная команда предлагает вам свои услуги. За 250 баксов она наведет на стартупе чистой порядок. Пустить на борт? Ну давай попробуем. Пустил на борт. Ну так. Доступ к эпам. Это что такое? Командир, ящики с муфором скоро взорвутся и заразят множество инопланетян. А че мы с ними делать-то? Так. Забрал. Типа взрывать их постепенно? Или че? Я могу их переработать? Ой-ой-ой. Так, а че они их не ремонтят? Или это объем? А, состояние это нормально, это объем. Типа, ладно. Че над ним горит-то? Типа, все нормально или че? Ну, у меня 10 врачей. Видимо, да, я его нанял, поэтому... Нанял их очень много. Так, может, кого-нибудь мне уволить, а? Командир, один из ящиков с муфором взорвался, что привело к утечке вируса. Ничего страшного, он вылечит. Не зря же у меня тут работничков столько. Вам стоит знать, что вас посетил тяжело больной инопланетянин. Позаботьтесь, чтобы он быстро получил лечение в медпункте. А почему я продать не могу торговля растения? Почему не могу продать, зараза, кислород? О, загрузка 138, так-так-так, стоп-стоп-стоп, а то я не успеваю. Так, они справятся? Загрузка 88, правда, 75. Во, потихоньку снижается. 88-75, потихоньку. Должны успеть. Да, вроде бы нормально. Мусора много, этот робот-уборщик туда захерачил. Ваш тяжело больной гость вылечен. Я и не сомневался. Вон, значит, роботы убирают. Да, вот-вот мусор. Шумелкины. Отлично. Вот сейчас шумелкинов я не вижу отдыхающих, видимо, они все заняты чем-то. Ой. Прости, шумелкин. Все, загрузка 0% в этом медцентре. 9000, почти 10. Ну, кстати, кислородная бомба, я не знаю, она надолго... Надолго ее хватает. Улучшение атмосферы, типа. Да, вот. Зашибись. Все, 10 кусков, давай вот здесь, что ли, купим? Надеюсь, там никакой херни нету. Не выскочит. Вроде нормально все. Отлично. Предупреждаю вас, командир, ящики с муфором скоро взорвутся. Ой. А где еще-то один? Вот здесь вот. Вроде все. Их можно в мусор, типа? Да, да, они перерабатываются. Так, фабрика в ящике. Как мне ее... А, стоимость активации 4000, я понял, надо купить. Давай, наверное, грузовой трюм, место для хранения ящиков, вот. Да, пусть вот здесь вот. Если я правильно понимаю, мне вот нужно было как раз построить. Командир, я рада видеть, что вы наконец справились с постройкой грузового трюма, где шумелки смогут теперь складировать товары. Другие тестируемые за это время успевали завершить весь сценарий. Но я никоим образом не хочу принизить ваши без того низкие способности. Так держать. Сука. Пардон. Нормально, нормально. Так. А что я хотел-то? Я хотел этого. Блин, она так давит. Так давит, мне так тяжело. Так, хостел есть. Я хотел фабрику, да, разместить. Значит, новая стоит 7500, а мою, чтобы разместить. Подожди, а куда она делась-то? А, вот фабрика. 4000, короче, копим. Вот, кстати, они что-то там хранят. Пункт переработки, не понял. А откуда у меня пункт переработки в ящике? Кислородная. Откуда у меня пункт переработки? Любопытно, ну ладно. Вам стоит знать, что вас посетил тяжело больной инопланетянин. Позаботьтесь, чтобы он быстро получил лечение в медпункте. Так. Вот это фабрика. Ну давай ее, допустим, сюда. Я не знаю, просто куда ее, как ее лучше размещать-то. Ну давай так. Так, межгалактический отряд по переработке предлагает свои услуги финансируемой федерации. Услуга предоставляется бесплатно и принесет вам 575 баксов энергии в результате переработки. Здорово. Ого, спасибо. Продолжает жить среди мусора. Ого, спасибо. Тяжелобальный инопланетянин. Понятно. Так. Межгалактический инспектор прорвал осмотра, поскольку не обнаружил подходящих помещений. На этот раз нам повезло. Так, все. Вот здесь вот теперь я буду производить. И что там надо мне? Аааа... Системные платы. Лечебная грязь. Суши. Очищенные токсичные отходы. Вот системная плата. Минералы. Так, а как мне его произвести-то? Да сколько у них? Командир, ваш тяжелобольной гость вылечен. На данный момент отзывы стартопии средние, что в целом неплохо. Любопытно. Так, мне нужны минералы, да? Пункт переработки ящиков. Переработки в ящике. Это вот такой же пункт переработки? Да, а нахрена он мне нужен-то вообще? Минералы. Огромные трюмы с грузом. Командир, похоже на стартопии что-то не так с грузовыми трюмами. Они предназначены не только для хранения ресурсов. К счастью, нам может помочь моя высокопроизводительная исследовательская установка. Ценные пустоты. Грузовой трюм за каждую пустую ячейку плюс 10 энергий кажд 60 секунд. Грузовой трюм за каждую занятую ячейку минус 5 энергий. Нет. Фантастическое заполнение. Грузовой трюм за каждую занятую ячейку плюс 10 единиц энергий кажд 60 секунд. Грузовой трюм за каждую пустую ячейку минус 5. Давай за каждую... А, ну блин, это простая математика. Он меня сейчас навычитает. Да, давай вот это вот. Хороший выбор, командир. Меня не удивляет, что вы предпочитаете пустоту. наверное чувствуете родство с тем что у вас в черепной коробке так ладно ладно подожди мне надо минералы а я могу просто минерала произвести кислородная бомба чума так банка устройств переработки уничтожителя мусора и ящики смуфором скоро взорвутся и заразят множество инопланетян единственное единственное вот что меня интересует это как мне минерала может быть не на биопалубу надо тут что-то выращивать пища командир кислородной инопланетянин успешно вылечен да скорее всего надо этих во первых больше как их там нанять так два раза больше их нанял во первых во вторых давайте тут чем-то построим джи я могу чем быть сюда захерачить лифт трубопровод на стоит знать что вас посетил тяжело больной инопланетянин позаботьтесь чтобы он быстро получил лечение в медпункте этом квест реквеста про пищу что надо собрать и хранить настолько эта пища вот пища 5 единиц как раз я уже собрал и кислород вот собрать и хранить 7 из 10 пища а вот как минералы производить системные платы я не понимаю так из минералов на фабрике минералы можно извлечь на биопалубе из растения лунных и радиоактивных биомов на биопалубе из растения лунных и радиоактивных биомов а у меня тут есть лунные короче придется походу ладно пищу допустим мы сделаем волокна чужими на 20 тысяч копить чу одну эту лунные и радиоактив вот луна вот радиоактивность там вообще другие работники нужны для сбора а на луну вот эти вот так савана тропический лес болото лес лук ну давай 20000 минут не так много скопить осталось принципе а это кто носит шумелка тоже командир ваш тяжело больной гость вылечен обычное дело все пищу практически я выполнил так я две станции переработки построил вначале просто забыл нельзя ее переработать его о вроде переработал ее кстати блин загрузка медицинского центра 371 процент это норм корабль загружены больными инопланетянами хочет разнести вирусы по всей станции то есть высадить больных для лечения разрешить таков с этим ходячим разносчиком чумы секунду давайте тогда еще одну эту лечилку построил а блин стоит до хера вообще жесть реально месяц перегруз 314 процентов неужели мне ждать придется где там вход вот здесь вот еще одну что за хранящими что их там много вообще не работники то есть тяжело больной инопланетянин успешно вылечен командир почему такая загрузка большая но здесь они передохнут короче рискнул давай переборку откроем так и сейчас здесь начнем начнем засаживать как это называется но я не знаю лунную радиоактивная простуд этих не смогу нанимать у меня таких нету да у меня таких нету так что просто лунную а как тут радиус терра формировал вот я кстати могу отсюда растения скомуниздить чтобы они здесь не загнулись предупреждаю вас командир ящики с муфором скоро взорвутся господи откуда там эти ящики нет еще один где-то ящик где где а вот он так а как а как мне здесь высаживать то что мне нужно пищу собрал так из растений лунных радиоактивных биомов а красное титаническое дерево это какому относится так они здесь все они час не для этого правильно биома до тропический лес ну вот они тут высаживают растения более подходящие ой не понял они тоже сюда красный красный титаническая не тракт для тропического леса только командир тяжело больной инопланетянин успешно вылечен командир только что на борт ради лечения прибыл очень больной инопланетянин автоматически сбору урожая ай вот минералы ой 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 не их высаживают и они лопаются когда это заканчиваются понятно давай во Во-первых, еще дриады к наймем. А почему я не могу? Растение еще не созрело. Контрабанда какая-то у меня тут. Так вот, минералы. Контрабанда, что там внутри. Растение торговое. Как мне открыть? Откупорь, блин, ты че? Может ее вот сюда? Нет, может в мусор? Командир, ваш тяжело больной гость вылечен. Так, вот у меня системные платы. Так, системные платы есть. Вот эти штучки, они как бы взрываются. Я их сам могу зафармливать. Ой, а почему здесь не лунная поверхность? Я же сказал, лунная только. Я даже могу на следующем? Нет, я еще не могу. Окс. Так, теперь на нижнюю перемещаю вот сюда. О, отлично. Тяжело больной инопланетянин успешно вылечен командир. Загрузка постепенно спадает. Кстати, я там могу повысить этих каких-нибудь работничков? Опыт у кого-нибудь есть? Во! Повысить. Отлично. Так, я тут могу в принципе… А, это только вот этих. Я так… Так, еще могу повысить кого-то. Так, отлично повысил. Шумелок уже маловато. Наверное, надо новых. Такая-то что? Заражательный плотиан болезни? Нет, спасибо. Воздух уничтожает мусор. Вот две шумелки. Предупреждаю вас, командир, ящики с муфором скоро взорвутся. Так, опять? Где? Где они? Я не вижу, блин. Вот один увидел. А, вот один. Ну, типа вот эти периодические задания, просто успевай кликать, что называется. Так, мне осталось в принципе последнюю плату произвести. Командир на стартопию в поисках лечения прибыл тяжело больной инопланетянин. О, минеральчики. Еще минеральчики. Хорабль загруженный больными инопланетянин хочет разнести вирусы по всей станции. Командир, ваш тяжело больной гость вылечен. Так, я просто еще один медицинский центр построю. У меня денег потому что... Командир, взрыв ящего с муфором привел к заражению части помещений станции. Думаю, теперь вы будете чувствовать себя совсем как дома. Феноменальная фабрика. Командир, фабрику точно можно использовать гораздо эффективнее, чем сейчас. Мои логические подпрограммы разработали два весьма здравых и полезных решения. Какое из них выберете? Экономия на материалах. Есть с чем поздравить, командир. Вы относительно успешно справились с поставленной перед вами задачей. Снимаю шляпу. Ваши посредственные действия будут немедленно занесены в позорный список. Такое наименование я присвоила вашему личному делу, командир. Понимание с вашей стороны не требуется. Речь идет об обмене данными между моим сарказм процессором и оценочной подпрограммой. Ну может я слегка затянул. Ну и что? И что? Главное же, что я справился. Тем более на максимальной сложности прохожу. Так что блин. Вот так-то. С вас лайки, подписка, коменты. Благодарю за внимание.